По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира, участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Болтком и программу «Разворот» сегодня проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским бультом Родион Золотарев. И сегодня с нами на связи по Зуму директор Государственного центра доноров крови Айгита Поллэ. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира у нас неизменны. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также пишите нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Начать хотелось бы с самой актуальной новости. Буквально пару часов назад она к нам прилетела. Доставили вторую партию вакцин от Pfizer и BioNTech в Латвию. Новых 13 650 доз. Известно, что часть этих вакцин, она в том числе будет храниться вот и у вас в центре доноров крови. И, конечно, очень интересно узнать о том, как это именно происходит. Вот, может быть, с какой-то технической точки зрения, где именно она хранится. Насколько тяжело вообще было организовать это место. Потому что мы знаем, что там не самые простые вообще условия для содержания этой вакцины. В общем, может быть, давайте с этого начнем. Да, ну сначала с Новым годом перед нашим разговором еще, наверное, вернемся к этой теме, какой будет следующий год. Но действительно, то, что вы начали эту тему насчет вакцин, это означает только одно – это надежда. Действительно, очень хорошая новость, что мы действительно этот процесс начали в нашем государстве в том числе, для того, чтобы в этом году вернуться к более-менее нормальной жизни. Как это происходит? Ну, нужно сказать, что действительно сначала, когда все узнали, какие потребности конкретной вакцины Pfizer-BioNTech, в смысле нужно очень низкие температуры замораживания, да, минус 70-80 градусов, это казалось, ну, такой довольно сложной темой, потому что в основном таких холодильников не имеется в многом местах. Но здесь нужно сказать, что очень хорошо, что в центре донора такие холодильники имеются. И это, с другой стороны, тоже хорошо, что государственные учреждения в этом случае могут совместно сработаваясь эту сначала очень сложную логистическую схему так просто разрешить. И мы имеем все необходимые предназначения, все необходимые спросы на температуру, которые нужны для этой вакцины, чтобы мы могли эту вакцину принять и тогда уже распределить по медицинским учреждениям для вакцинации. И так это и происходит. Мы уже две партии получили. Первая была 26 декабря прошлого года, и вторая партия была в этом утром. И уже все вакцины распределяются и поедут уже на больницы завтра, послезавтра. И ждут медиков, которые рядом будут вакцинированы. Но это, я так понимаю, дополнительная нагрузка получается для работников центра, потому что это все-таки новые функции, которые до этого на вас не возлагались. Да, ну для всех медиков нужно сказать, что этот период дополнительная нагрузка. И мы, с другой стороны, тоже рады, что мы могли тоже дать еще свой дополнительный вклад, чтобы как-то помочь эту очень тяжелую ситуацию с ковидом в государстве. И разрешите как-то помочь. Это действительно все сплочаются, и все помогают, и работают вместе. А насколько, может быть, вам известно, мы говорили, что первые эти поставки, они еще такие экспериментальные, потому что, понятное дело, такого не было. Ну в том плане, что сама эта схема еще не была налажена, и вот это была такая проверка этой силогистической цепи. Насколько сейчас уже можно говорить о том, что уже все налажено и будет работать там раз в месяц или раз в сколько-то недель поставки будут приходить, и это уже четко распланированная операция? Я думаю, система уже была налажена с первого дня. Конечно, это было какое-то ожидание, как это будет, как это все начнется, но в принципе уже в центре доноров опыт насчет соблюдения такой цепи замораживания и таких всех потребностей, которые имели вакцины, уже имеется. Я думаю, что работая вместе с другими учреждениями, с центром профилактики здоровья, который дает списки, сколько вакцин на каждую больницу нужно, с национальным центром здоровья, который организует оплату производителей этих вакцин. И мы, которые распределяем эти вакцины, это все очень хорошо уже сработалось, и я думаю, так и в будущем будет работать. И, наверное, последний вопрос уже, можно закрыть эту тему и переключиться к другим. По поводу спроса на вакцину, мы знаем, что если они поставляются, эти вакцины в больницу, они должны быть использованы уже в ближайшие два дня, потому что не во всех больницах есть возможность вот эти все условия сохранять, необходимые. И поэтому вы, наверное, среди тех, кто первый знает, насколько вообще велик спрос на эту вакцину, потому что были опросы, что не все врачи, не все сотрудники, медицинские работники готовы и еще пока согласны себе делать эту вакцину. Вот насколько вы видите, что все-таки спрос есть и практически там, может быть, уже первая партия израсходована? Да, действительно. Ну, сначала перед вакциной вообще пришли, наверное, было какое-то немножко сомнение насчет определенных людей, но я думаю, как этот процесс пошел, уже как наши врачи начали этот процесс уже вакцинации, уже как-то, я думаю, другие медики активно поверили. И все те вакцины, которые были отданы в больницах в прошлое воскресенье, то есть 28 декабря, уже нашли своего пациента, то есть, можно сказать, уже провакцинированы. И много медиков уже, конкретное число я не скажу, но я знаю, что уже в больнице ждали этот понедельник, когда уже получат дополнительные вакцины, чтобы этот процесс можно продолжить. И нужно уточнить, что эти вакцины в температуре простого холодильника, если можно так сказать, 2-8 градусов, можно продержаться 5 дней. Так что от времени, как они уходят из центра крови, имеется 5 дней, чтобы они были использованы и вакцинированы. Да, ну тогда перейти к такой уже более традиционной, наверное, теме. Мы знаем, что до праздников в декабре появилось какое-то количество новостей о нехватке крови, при том какие-то группы крови, они действительно были в большом дефиците. Но когда мы звонили уже и договаривались с центром об интервью, ваш представитель сказал, что ну вот как-то за праздники люди очень активно стали приходить. Сейчас, если зайти, например, на ваш сайт центра крови, то видно, что действительно практически всех групп крови достаточно, если так можно выразиться. Да, действительно большое я хочу сказать спасибо нашим донорам, мы знаем, но поддерживая донорскую систему, которые действительно окликнулись на нашу информацию, что не хватает какой-то конкретной группы крови. И пришли действительно в декабре очень много, потому что в ноябре, в октябре, когда началась эта вторая волна COVID-19 заболеваний, нам действительно было очень как-то не по себе, потому что мы боялись, что прирост заболеваемости в обществе понесет за собой понижение числа доноров и связано с тем тоже число компонентов, которые мы можем подготовить и помочь нашим пациентам. И поэтому мы позвали наших доноров и, наверное, как одно хорошее дело в этих праздниках было прийти и сдавать кровь. И очень-очень большое спасибо всем донорам, потому что мы видим, что спрос от больниц, несмотря на то, что какой-то в мере плановая помощь прекращена в больницах, но все-таки потребность для переливания крови имеется достаточно высокая, так что без доноров мы никак и в эти времена обойтись не можем. Но это вообще, если сравнивать с предыдущими годами, это обычная история, что в декабре, вот перед рождественскими праздниками, может быть, что увеличивается поток доноров? Или это именно в этом году действительно реакция на такой призыв и острую нехватку? Ну, можно сказать, что в прошлом году тоже у нас был довольно большой поток доноров, так как началась эта рекламная кампания. Были баннеры на улицах 15 минут, вы, наверное, помните, сможешь спасти жизнь кому-то. И мы тоже наблюдали довольно большой поток доноров, но этот год был очень специальным, потому что это была реальность, что уже в марте, в апреле месяце, что донорский поток доноров снизится очень серьезно, так как был вообще первый такой локдаун. Теперь можно уже как-то мы освоились к этим принципам жизни, но весной это было очень серьезно. И тоже благодаря нашим отзывчивым донорам мы этот год тоже закончили только немножко, если можно сказать, 5% ниже число доноров, чем в предыдущем году, которое считается очень высоким потоком доноров, несмотря на то, что была такая кризисная ситуация в государстве, когда можно говорить, ну не до того, как прийти и сдавать кровь, но наши доноры все-таки от кликнулись и пришли. Других государств так не наблюдалось ситуации, насколько мы знаем. И еще раз за это нашим донорам большое спасибо. То есть можно сказать, что латвийские доноры одни из самых отзывчивых? Да, это очень стабильно можно сказать. А вот понятное дело, что ковид уже с нами почти год, но так как интервью тоже с вами достаточно давно не было. Если с чисто практической точки зрения, ковид-19, что он поменял в работе лабораторий и пунктов приема крови, что изменилось? Ну, конечно, мы тоже были обязаны соблюдать все меры предосторожности. Во-первых, нам нужно быть уверенными, что наш донор здоров. То есть проверить, что доноры перед сдачей крови не имеют температуры. И это каждое интервью с потенциальным донором перед сдачей крови, чтобы мы были уверены, что донор действительно на этот момент сдачи крови здоров. С другой стороны, мы очень описались, чтобы здоров был наш персонал. Не только потому, чтобы никак-то не заразить наши доноры, но и чтобы были здоровыми и могли продержаться этот период, и принять доноров, и подготовить необходимые компоненты для сдачи пациентов в больницах. И нужно сказать, что действительно мы это все очень хорошо освоили и исполнили, потому что наш персонал действительно здоров и соблюдает все необходимые меры предосторожности. Мы входим в масках без вопросов уже с начала октября. И это тоже, наверное, давало какой-то результат. У нас не было никаких таких заболеваний. Ну и тоже смотрим на доноры и очень тщательно их проверяем перед сдачей крови. Ну, нужно уже сразу говорить, это мы уже не однако говорили, что COVID-19 кровяным путем не переносится. То есть никакой опасности для донора или потенциального пациента нет, но донор должен быть здоровым на момент сдачи крови, то есть без температуры. Про вот это не передается крови. То есть теоретически, если даже там какая-то система безопасности не сработала, кровь от COVID-инфицированного человека здоровому человеку не передаст COVID-инфекцию? Не передаст. Весь год имеется наблюдение насчет этого. Это было уже в январе-феврале месяце уже в Восточной Азии, где начался COVID. Уже там много были всяких расследований, и это никак не подтвердилось. И к этому мы сейчас придерживаемся, что это воздушно-капельная инфекция, которая другим путем не передается и не опасна. К тому же, чтобы как-то поощрять наши доноры, мы в августе вместе начали предлагать донорам тоже узнать антитела в крови, как дополнительная возможность при сдаче крови. Это никакой определенной дополнительной анализы не просит, просто мы это можем посмотреть. И если донор желает, мы можем ему эту информацию тоже предложить. И сначала, когда эта заболеваемость была достаточно низкая, этот интерес насчет этих антитела, антител не был такой очень большой. Но теперь мы уже видим, что многие доноры, и поэтому приходят. Это был какой-то такой наводящий фактор, который тоже повлиял, чтобы донор пришел. И помимо такой хорошей работы, сдачи крови, еще и узнал что-то для себя. Ну да, я как раз хотел про это спросить, вы так предугадали мой вопрос по поводу антител. Я знаю, что в принципе, когда сдаешь кровь, то можно получить достаточно обширную информацию о своем здоровье и как-то о состоянии крови. И это, в принципе, COVID-19 не сильно повлияло на эту всю историю. Нет, нет, COVID-19 не повлиял. Ну, и перед COVID-19, сдавая кровь, каждая кровь, каждый донор проверяется перед уже эту кровь дать на использование и переливать пациентам, проверяется на 4 инфекции, то есть гепатит В, гепатит С, личинфекция и сифилис. И это мы проверяем, и если там где-то положительный результат, тогда этот компонент уже дальше не идет, если можно так сказать. И мы даем информацию потенциальному этому донору, что мы наблюдали такую инфекцию. И так как мы не окончательное диагностическое учреждение пациента, мы призываем идти к своему семейному врачу или к врачу-специалисту и уже там тщательно проверять свое здоровье еще раз. Кстати, вот по поводу ВИЧ меня тоже интересовало всегда. Мы знаем, что Латвия, к сожалению, является такой страной-антирекордсменом в плане распространения инфекции ВИЧ, если сравнивать с другими странами Европы. У нас достаточно широкое распространение этого заболевания. Насколько вообще часто вы находите таких людей, которые не знают, может быть, о том, что у них есть вот этот вирус, и именно от вас они узнают эту информацию? Ну, можно сказать, бывают такие случаи в течение года, ну, это пару случаев меньше десяти, но больше мы узнаем гепатит С, гепатит В. Ну, можно сказать, что ВИЧ-инфицированный, ну, как-то не имеется среди потенциальных доноров много, хотя, правильно, как вы говорите, в нашей популяции все-таки имеется инфекция довольно распространена. Я напомню, что с нами на прямой связи директор Государственного центра доноров крови Агита Пола и телефоны прямого эфира 67-212-93-9. Звоните или пишите по WhatsApp-у 230-6191. Опять-таки, честно говоря, не знаю, есть ли у вас эта информация или нет, но, может быть, вот вы замечали, насколько часто доноры... Среди доноров какое количество людей тех, кто повторно сдают кровь, а какие все-таки там приходят один-два раза? Или просто из моих знакомых, которые достаточно часто сдают кровь, я наблюдаю, что это именно постоянная такая история, что мало кто сдаёт один раз, если уж начинаешь, что пытаются повторять это с какой-то периодичностью. Да, действительно, нужно только начать, как мы говорим. Если уже один раз пришёл, и этот процесс сдачи крови был успешным для конкретного донора, тогда обычно уже доноры к нам возвращаются. И это наша основная цель – привлечь новых доноров и как-то привлечь их прийти ещё раз и уже стать постоянными донорами, потому что постоянный донор – это самый хороший донор, если можно так сказать. У нас вот только что был телефонный звонок куда-то... Вот он снова появился. Давайте примем телефонный звонок от слушателя. Да, здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, во многих странах я знаю применение кровезаменителей, очень широко распространено. У меня знакомая пара человек, которые хотели перед операцией... Вернее, написали бумагу, чтобы им кровезаменители вместо крови вливали. Врачи на это очень неохотно идут. А у нас что, проблема с кровезаменителями или как? Спасибо. Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Да, это... Спасибо за вопрос. Это очень специфичный и уже, ну, можно сказать, вопрос в сторону больше лечащих медиков. Но, в принципе, нужно сказать так, что искусственную кровь еще никто не придумал, не создал. Это основная, наверное, проблема, которую мы видим в будущие годы все-таки разрешена не будет. Это, ну, тоже я уже всегда это говорю, это уникальный феномен нашего организма, что, ну, этот эритроцит, который снабжает наш организм кислороду, он настолько уникален, что никак не удается... Синтезировать. Синтезировать искусственную кровь. Но насчет кровезаместителя, конечно, если есть возможность как-то обойтись без переливания крови, то есть есть определенные медикаменты, которые можно использовать вместо плазмы, например, или как-то, чтобы заменить тот потерянный объем циркулирующей крови, который при каких-то обстоятельствах человек потерял, то это делается. И кровь все-таки переливает только в крайне необходимом случае, если нет другого выхода. Я думаю, что все медики уже осознают, что это все-таки пересадка тканей. Это довольно-довольно сложный и серьезный процесс. И если можно как-то обойтись без этого процесса, тогда это и делается. Например, при больших и пролонированных операциях, например, на сердечно-сосудистой системе, на сердце, имеется такая self-saving система, которая собирает кровь самого пациента, и обрабатывая, пациент получает эту кровь обратно. Это самый лучший вариант, как поддержать этот процесс при потере большого объема крови, которая имеется при сложных операциях. Так что я думаю, что те кровезаместители, которые можно использовать, они используются. Но основном кровезаместительной, если можно так сказать, синтетической крови еще никто не придумал, к сожалению. Ну да, то есть лучше живой крови пока вариантов нет. Я еще хотел поговорить на такую тему. У нас где-то еще чуть больше 10 минут осталось. Может быть, она такая не будет несколько банальная, но тоже не менее важная. Для тех людей, которые, может быть, раздумывают на тем, чтобы сдавать кровь и так далее, на сайте, во-первых, сразу скажу, Государственного центра доноров ВАДЭЦ ЛВ очень много есть информации по поводу того, кому можно, кому нельзя сдавать кровь и вообще информация вокруг этого. Но есть какие-то там детали, которые хотелось бы уточнить. Вот, например, тут сказано, что сдавать кровь можно тем, кто в последнее время питался здоровой пищей и, в общем, следил за тем, что попадает в его организм. Насколько далеко это заходит? Ну, тут, понятное дело, нельзя употреблять алкоголь сутки до, если я правильно помню. Что насчет, скажем, курения, вредной пищи, вот таких каких-то распространенных вредных привычек? Ну, конечно, мы это как-то хотим поощрять, чтобы все люди всегда и без сдачи крови питали здоровую пищу и не употребляли через чай намного алкоголя, не курили. Но это, конечно, рекомендуется, потому что мы никогда не знаем, кому действительно наша эта кровь понадобится. Может, это какой-то новорожденный ребенок, которому нужна ваша кровь. И, конечно, мы обязаны прийти довольно, насколько поздоровыми, как мы можем. Насчет употребления алкоголя не рекомендуется с предыдущего вечера употреблять алкоголь, и, конечно, в день сдачи крови тоже нет. Насчет курения мы рекомендуем какие-то пару часов перед, если никак не можно иначе, пару часов перед сдачей крови не курить. И, конечно, здоровая пища, чтобы кровь была используемой. Так как мы наблюдаем, в последнее время как-то наша кровь становится такая хелозная, я не знаю, это таукайна. При употреблении жирной пищи мы иногда наблюдаем хелоз, который называется простым словом жирная кровь, которую мы тоже не можем использовать. Это такой феномен, мы не можем в такой крови делать анализы, и уже дальше эта кровь используется. Так что это тоже мы наблюдаем. Это не было так часто наблюдаемо, например, 5 лет тому назад, но это уже довольно часто наблюдается в последние 2-3 года. А вы сообщаете людям, если их кровь не подходит по каким-то причинам, или все-таки не разрушаете их иллюзию того, что они сделали хорошее дело? Если не подходит, да, мы сообщаем. Если по каким-то параметрам мы не можем это использовать, мы сообщаем. Ну, да, даже если какая-то такая вещь. То есть, например, вы, словно говоря, звоните человеку, говорите, спасибо большое, что пришли, к сожалению, в этот раз нет, попробуйте в следующий раз чуть подольше не питаться вредной пищей и приходите к нам еще раз, как-то такого рода, или просто уже не подходит и не подходит, и жаль, что так. Ну, это будет, я думаю, насчет того, как вы сказали, как было бы хорошо, если мы поступали, это будет наше будущее, потому что мы разрабатываем донорский портал в этом году, наверное, готов будет к следующему году, и там тоже донор сможет увидеть, когда конкретная кровь уже моя пошла спасать жизнь пациенту, и когда следующий раз, когда я могу прийти сдавать кровь, и другие такие вопросы, в том числе, я думаю, подошла ли кровь насчет этого филоза, о котором мы тоже беседовали. Это будущее, над которым мы работаем сейчас. Сейчас мы только сообщаем насчет инфекций, которые очень важно, чтобы это не распространялось дальше в обществе, чтобы человек пошел и проверялся еще дополнительно. К следующему году, это на всякий случай, потому что все-таки у нас тут недавно сменилось, это к 22-му году имеется в виду этот портал будет. Да, я думаю, год пройдет, мы уже довольно разработали, но много еще работы впереди. Еще по поводу, давайте начали примем звонок, еще успеем потом все снаряд вопросы. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я хотел спросить, какой минимальный вес, чтобы можно было сдавать кровь. Это у меня лет 5 назад не взяли, сказали маловешие очень. Спасибо. Но на сайте написано 50 килограммов. Я так понимаю, что это и есть такой стандарт. Да, 50 килограммов. Да, 50 килограммов. Или это зависит от роста? Если вы, например, видите, что очень высокий человек, то для него повыше эта планка. Или 50 стандартная для всех? 50 стандартная. Ну, конечно, врач тоже при беседе определяет. Это зависит тоже от беседы с врачом. Они уже довольно опытные и много работают каждый день с донором. И они уже тогда эти все вопросы уже проговаривают и решают вместе с донором. Но количество взятой крови при этом, оно же не отличается от веса человека. Это пол-литра, если я не ошибаюсь. Это да. Это, ну, как это, донорская кровь, это 450 миллилитров, но еще 30 миллилитров идет на эти столбики, по которым мы определяем анализы. И, опять-таки, насколько мне известно, рекомендация такая, что после сдачи крови не общественным транспортом возвращаться домой, а лучше заказать такси или попросить кого-то подвезти, потому что могут быть слабости или даже обмороки. Да, ну, к счастью, мы очень часто не наблюдаем такие реакции, но рекомендуется немножко осторожнее этот день провести. И, конечно, если не чувствуешь себя хорошо, то, конечно, самому садиться за рулем не надо было бы, но это каждый человек тоже определяет сам. Если первый раз сдал кровь, тогда можно просто, ну, дольше посидеть в центре доноров и подождать немножко, ну, 15 минут, полчаса, и тогда, если все хорошо, тогда можно вставляться дома. Еще такой вопрос, но это уже мое личное любопытство. Когда я вот готовился к интервью, читал все показатели, почему можно, почему нельзя, отметил, что не рекомендуется сдавать кровь или даже нельзя сдавать кровь людям, которые жили в Великобритании с 80-го по 96-й год дольше, чем 6 месяцев. А почему, что такого произошло в Великобритании? Знаете, да, это такой стандарт во всех государствах, это потому, что в те времена в Великобритании распространялась эта болезнь Крейцвелда Якова, это гофт раком сады. Ну, бешенство. Да, 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 это бешенство, которое называется медицинский Крейцвелда Якова, и поэтому, ну, не рекомендуется тем людям... Даже несмотря на то, что это было 40 лет назад, 30-40 лет назад, все-таки... Да, потому что эта болезнь развивается и протекает очень медленным путем, и для этой болезни 20-30 лет ничего. Интересно, да, да, просто не указан такой конкретный очень период. Да, много не страшно, да. Ну, и тоже не могу не спросить, я все-таки думаю, что для доноров это, наверное, в меньшей степени важно, но мы вот говорили о том, что люди, которые сдают кровь, они получают там бесплатный анализ своей крови, в том числе теперь еще на антитела. Есть ли еще какие-то, ну, какие-то бонусы от того, что сдаешь кровь? Ну, они получают 4 евро 27 центов дополнительно, как... Ну, нельзя сказать, что это плата за кровь, потому что это не так, но дополнительные, дополнительные средства на обед в конкретном, конкретный день. И дополнительно тому еще, еще Рижская дума платит тем донорам, которые издают кровь в городе Риге. И транспортная компенсация, это евро 20 еще каждому донору, то есть 5,47 получается, если сдаешь в конкретные места в Риге. Кстати, по поводу... И другие самопривления тоже могут иногда всякие бонусы для своих доноров использовать и дать. По поводу как раз рижской поддержки я хотел спросить, потому что тоже вот пару дней назад появилась новость о том, что Рижская дума планирует потратить сколько-то там сотен тысяч евро на обеспечение доступности медицинских услуг, и в том числе среди всей этой суммы 25 тысяч евро уйдут на поддержку движения доноров крови. В целом, вот поддержка самоуправления, поддержка государства, насколько вы ее ощущаете, насколько ее хватает, и из чего бы вам, может быть, больше хотелось в плане вот именно господдержки, чего не хватает? Нет, я думаю, что поддержка от самоуправления очень у нас хорошая, и то, что мы от государства тоже, потому что мы государственные учреждения, получая непосредственное средство для своей работы от государства, но местные самоправления в новом году я бы пожелала не бояться и пригласить наши выезды донорских автобусов к себе, потому что выезд ближе к донору – это наш основной механизм, как мы можем привлечь больше доноров. мы приезжаем к вам на учреждения, на местные самоправления, и в Риге тоже это очень хорошо, и там очень обзывчивая донорская публика, так что это мы можем только желать, чтобы местные самоправления тоже нам дали места, где мы могли бы проводить эти донорские дни конкретно, уже принять в этих местах библиотеках, школах, учреждениях самоправлений и других учреждениях, где мы тогда делаем свои донорские дни. А выезд, получается, это все-таки инициатива должна быть самоуправлений? Это не вы говорите, что вот мы можем к вам приехать, и к вам это все-таки… Обои. Эта инициатива может идти из обоих сторон. Мы, конечно, звоним сами, но в основном наша просьба не отказать эти донорские дни, потому что были в этой осенью такие случаи, когда как-то мы видели, что самоправление или все там закрыто, ну, по сути дела, в этой ситуации, или как-то бояться, как же это же будет собирание… Людей, да. Людей и так. Ну, это, конечно, очень важная функция, это никак не может прекратиться. Даже если бы был вообще общий локдаун донорской, это дело никак не может прекратиться, потому что без этого наши пациенты никак не могут выжить. А вы как-то… Не знаю, понятно, что внутри самой этого станции приема крови там вся эта дистанция соблюдается, система безопасности над организацией пространства вокруг, там очереди, если создаются какие-то, или в этом роде. По этому поводу примутать или это уже самоуправление? Да, мы тоже призываем доноры прийти по зап… Если мы едем в учреждение, тогда доноры уже там, организатор со стороны учреждения уже делает очереди, или доноры уже ложатся по записью, приходят. И если никак нельзя быть очередями, если очереди у нашего мобильного автобуса, тогда уже летом и осенью было два метра, и там кресло стоит, где может донор сидеть, и дистанции соблюдается по два метра, ну, как это полагается. Так что, ну, это все можно решить и планировать, конечно. Нужно только хотеть. Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. В общем, наверное, в конце призываем всех наших слушателей, у которых есть такая возможность, и по состоянию здоровья, и желания, сдавайте кровь, ее никогда не бывает слишком много. С нами на прямой связи была директор государственного центра доноров крови Эгита Пола. Спасибо большое. Нам пора заканчивать. Спасибо, что слушали, и не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok